Что касается Рональда, то это история известная, я как мэр обходил все гостиницы. Это привычка у меня еще и с универсиадой, когда все вокруг хорошо, ты забираешься на крышу и смотришь вокруг, где какая крыша, где балкон, поскольку объем не сделан всегда больше. И тут я просто спросил, где будет жить Рональда и зашел в комнаты, куда выходят его окна, увидели, значит, гараж не очень хороший. Тоже повод, опять-таки, Рональда уедет, уже уехал, а будущие гости это будут видеть. Там подремонтировали, нашли собственников, спасибо им, они откликнулись за оставшиеся две недели, приведели там все в порядок. А что касается граффити, ну я увидел этот трехэтажный памятник соцреализму, который, ну что его сделать, снести его не получалось. Такая, мы дружим с нашими талантливыми ребятами, которые занимаются граффити, и спасибо им, что они сейчас свой талант реализуют по согласованию с нами, а не красят заборы, ну в основном. И была такая идея, чтобы знаменитая, моргая подмигивающая фотография Рональда, смотрела из его номера на него. Ну а потом мы думаем о будущем, выбирая отель, люди теперь на десятилетие вперед будут знать, что там останавливался сам Рональда, поэтому так я заработал 50% скидку в кафе этого отеля, заранее обеспечивающий поток туристов. Ну это шутка, конечно. Можно ли считать, что Казань теперь это, что Рональду теперь желанный гость всегда в Казани, и если, допустим, в следующем году на чемпионате мира в Казани будет играть сборная Аргентины, появится ли в Казани большой граффити с портретом Месси? Я обещаю. Это по каждому приезду вот такого. У нас свыше 10 тысяч больших зданий и сооружений, у нас только 5200 многоквартирных домов, поэтому места хватит для всех. Для нас это мечта. Это же, ну, это огромный праздник, я еще раз говорю, и не обязательно быть футболистом или болеть, любить футболом, там, ну-ну-ну. Продолжение следует...